Захаровский район – настоящая обитель агропрома. Под нужды сельского хозяйства здесь отданы практически все земли. Понятно, что дополнительные склады и элеваторы необходимы жизненно. Вот это место под компактное зернохранилище местные аграрии получили только в мае, и сегодня здесь вовсю кипит работа. Деньги вложены немалые, полмиллиарда, зато от иностранных производителей здесь фактически ничего не зависит. А значит, стоит ожидать скорейшего возведения. 90% оборудования на данном комплексе – это отечественного производства. Данный комплекс будет полностью автоматизирован. Будет все работать, как положено, с компьютерного управления. Управление будет производить оператор данного комплекса. Комплекс может работать в две смены, то есть практически без выключений. Заявленный объем комплекса – 30 тонн. Это дополнительно 15 рабочих мест. Об этом воодушевленно говорят подрядчики Павла Малкову. Вот так элеватор будет выглядеть в идеале. Шесть больших ангаров или, как их еще здесь называют, стаканов. Впрочем, как заверили Павла Малкова строители, территорию комплекса с запасом, место для расширения, если что, всегда найдут. Это нам позволит, ну, грубо говоря, все то зерно, которое мы в сутки намолачиваем, комбайн, мы намолачиваем где-то в пределах двух тысяч, двух с половиной тысяч тонн в сутки, значит, перерабатывать и закладывать на хранение. Есть возможность расширения, то есть еще три банки поставить здесь и еще три банки поставить здесь. А сколько будет? Довести до 60 тысяч тонн хранения. Приоритеты развития своего района определяете только вы, а власть старается вам помочь. Об этом говорил Павел Малков на встрече с захаровскими активистами. Построить сразу все, как бы ни хотелось, не получится, но для основных объектов региональный бюджет вполне доступен. Как, например, для строительства ФОКа, физкультурно-оздоровительного комплекса. Я уже разговаривал с Министерством финансов Российской Федерации, как раз к нам приезжала большая делегация две недели назад. Мы этот вопрос обозначили, потому что действительно такие обязательства были, обещания были, их надо исполниться. Я сделаю все для того, чтобы этот проект реализовать, и он в приоритете. А еще же есть детский сад номер один с уже фактически полувековой историей. Сегодня он подошел к рубежу, когда ремонтировать выйдет дороже, чем строить новый. Закрыть мы его, конечно же, не можем, потому что где-то надо сейчас детей принимать. Там уже проведем же определенный ремонт кровли, полов, да, но это так, чтобы просто вот какое-то время он еще просуществовал. Проблемы это, конечно, не решает. Радует, что есть проектно-сметная документация, но тоже надо честно сразу сказать, пока он ни в какую программу финансирования не попал. В свои мысли о строительстве нового здания Павел Молков убедился после посещения детского сада ветерана. Помимо проектно-сметной документации, местные власти даже определили земельный участок под строительство почти в 9 квадратных километров. Вопрос пока не решен. В бюджете этого объекта нет. Но если люди говорят, что это приоритет, если администрация это подтверждает, значит вопрос должен быть решен. Будем решать. Социальная инфраструктура, водоснабжение и дороги – универсальная тройка тем для жителей всех районов без исключения. Причем ремонт дорог ее возглавляет. В Захаровском районе есть позитивный пример. Возведен подъездной участок от автотрассы Калуга-Тула-Михайлов-Рязань к складам и круглосуточной сушилке.